Биржевые индексные фонды Как происходит процесс приобретения биржевых индексных фондов И как акции самого биржевого индексного фонда попадают на вторичный рынок И как они становятся доступными для частных розничных инвесторов Итак, биржевой индексный фонд Что же нужно для его создания Чтобы он появился на свет Несмотря на высококонкурентную среду В которой сейчас находятся все компании Занимающиеся биржевыми индексными фондами Все равно появляются какие-то новые фонды Чаще всего узкоспециализированные Потому что основные индексы, которые копируют биржевые индексные фонды Уже разобраны и имеются по 2-3 клона биржевых индексных фондов Которые копируют один и тот же индекс Что же необходимо для создания нового биржевого индексного фонда? Обратите внимание на слайд Как происходит процесс создания нового биржевого индексного фонда? Что необходимо ETF-провайдеру или компании управляющей, которая хочет запустить новый биржевой индексный фонд? Естественно, необходимо провести анализ ситуации на рынке с целью понять Какой сегмент фондового товарного или валютного рынка интересен в данный момент инвесторам Например, в настоящее время в связи с разрастанием долгового кризиса стран еврозоны Наиболее актуальны сейчас биржевые индексные фонды Копирующие индексы облигаций стран еврозоны Но биржевые индексные фонды необходимы не те, которые будут терять в доходности на падение бумаг А те, которые будут зарабатывать деньги на дальнейшем снижении доходности стран убежищ Таких как Германия, США и Япония И зарабатывать на падение стоимости государственных облигаций стран, например, Франции, Германии, Италии, Испании Поэтому управляющая компания или ETF-провайдер, которая желает запустить биржевой индексный фонд в свет Сначала мониторит ситуацию на рынке Куда же стоит обратить свой взор? Следующее Необходимо найти индекс, который будет копировать биржевой индексный фонд Без соответствующего индекса биржевой индексный фонд существовать не может То есть необходимо либо найти индекс, которым будет копироваться биржевым индексным фондом А если такого индекса нет, не существует он, то необходимо обратиться к специальной компании-разработчику, которая создаст соответствующий индекс, лицензирует его, и на базе которого биржевой индексный фонд может появиться на свет. Дальше для управляющей компании или TF-провайдера стоит задача найти ликвидные бумаги, входящие в состав индекса. При разработке любого индекса стоит учитывать, что бумаги, входящие в состав любого индекса, носят двоякий характер. Есть ликвидные бумаги, составляющие основную часть любого индекса, а есть мусор. Соответственно, при разработке индекса учитывается количество мусора в любом индексе, и компании, лицензирующие индекс, происходит процесс переговорный для того, чтобы этот мусор убрать. Чем меньше мусора будет в индексе, тем легче будет биржевому индексному фонду копировать данный индекс. После того, как найдены ликвидные рыночные ценные бумаги, входящие в состав индекса, компания TF-провайдер, запускающая биржевой индексный фонд Свет, должна удачно пройти процедуру одобрения комиссии по ценным бумагам. В Штатах это компания SEC, комиссия по ценным бумагам, в Великобритании это ФСА, немецкий регулятор, к сожалению, не могу вам передать, как он звучит на немецком языке, потому что им не владею. Но суть одна, все биржевые индексные фонды должны пройти процедуру одобрения рыночным регулятором в своей стране. Если процедура удачно пройдена и биржевой индексный фонд зарегистрирован, дальше происходит процесс формирования полурыночных партнеров, которые будут участвовать в процессе операционном при создании и управлении биржевым индексным фондом. После того, как найдены соответствующие партнеры, происходит уже маркетинговая кампания по раскрутке биржевого индексного фонда нового для рынка. Делается ставка на то, что это узкоспециализированный фонд, и он интересен для инвесторов, и, соответственно, привлекаются инвесторы для покупки этого биржевого индексного фонда на вторичном рынке. Существует определенная специфика, о которой я обязан упомянуть, при создании и погашении блока акций биржевого индексного фонда. Она отличается от всех известных вам процедур, потому что имеет определенную специфику. Специфика заключается в том, что при создании блока акций биржевого индексного фонда денежные средства не участвуют. То есть происходит процесс, который называется in-kind процесс, при котором одни ценные бумаги обмениваются на другие ценные бумаги, то есть денежные средства здесь не учитываются. Я попытаюсь рассказать вам об этом процессе подробнее, но начну с того, что объясню, кто такой авторизованный участник. Вы можете обратить внимание на слайд и углубиться в эту информацию. Кто такой авторизованный участник? Это компания MarketMaker, крупный инвестиционный брокер-дилер или инвестиционный банк, который имеет в наличии внушительное количество ценных бумаг для биржевой торговли и обладает возможностями создавать и погашать блоки акций ETF. Как я уже говорил, биржевой индексный фонд представляет собой зеркало тех ценных бумаг, которые предоставляет определенный копируемый им индекс. Поэтому нужен крупный участник фондового рынка, у которого все имеющиеся ценные бумаги, входящие в конкретный индекс, будут иметься в наличии, для того, чтобы можно было скопировать, сдублировать структуру копируемого индекса. Если такого участника найти сложно, соответственно, привлекается пул MarketMaker, которые отвечают за определенный участок фондового рынка. Кто такие MarketMaker? Это компании, которые отвечают за наличие ценных бумаг и наличие ликвидности при торговле определенным финансовым инструментом. Будь то акция, облигация, биржевой товар, валютная пара или денежная наличность. То есть, сформируются, ищутся такие компании, как правило, это крупные инвестиционные банки и брокеры, дилеры, которые становятся авторизованными участниками. Они подписывают специальное лицензионное соглашение с управляющей компанией или ETF-провайдером, который запускает биржевой индексный фонд «Свет». Какие функции ложатся на авторизованных участников? На авторизованных участников ложатся функции поддержания ликвидности и создания и погашения блока ETF-акций или акций биржевого индексного фонда. Попробую объяснить вам все в деталях. Обратите внимание на слайд. Авторизованные участники используют свои собственные акции, либо берут эти акции или другие ценные бумаги взаймы по заемному соглашению других участников рынка для того, чтобы сформировать пул ценных бумаг, который будет отражать определенный копируемый индекс в структуре биржевого индексного фонда. Как только пул таких акций сформирован, который полностью отражает динамику копируемого индекса будущего биржевого индексного фонда. Тут как бы небольшой кламбур индекса, биржевой индексный фонд. Но постараюсь вам объяснить. Авторизованные участники, его задача какая? Вот существует биржевой индексный фонд, который будет копировать индекс X. Задача авторизованного участника собрать пул ценных бумаг, которые будут копировать данный индекс. Дальше этот пул ценных бумаг поступает к еще одному участнику рынка биржевых индексных фондов. Это банк, либо депозитарий, либо специализированная структура, которая является неким держателем этих ценных бумаг. Происходит обмен пул ценных бумаг, который представляется авторизованным участником, на акции ТФ. Как это происходит? Формируется траст из тех акций, которые предоставил авторизованный участник, и взамен выпускаются акции ТФ. Акции выпускаются большим блоком, то есть акции выпускаются не по 5, не по 10 штук. Они выпускаются блоками по 50 тысяч или по 100 тысяч, по 200 тысяч штук. Такой пакет акций называется блоком акций ТФ. Обратите внимание на слайд, я попытаюсь объяснить вам еще раз, как происходит процесс формирования блока акций ТФ, и как они поступают на фондовый рынок к частному инвестору. Собираются акции компании АБЦД, входящей в конкретный индекс, который будет в дальнейшем отражать биржевой индексный фонд. Компания авторизованный участник этот пул передает ТФ кастодиану, который взамен этих ценных бумаг выпускает блок акций ТФ. Блок акций ТФ поступает обратно авторизованному участнику взамен на тот пул ценных бумаг, который он отдал для формирования портфеля бумаг, копирующего структуру индекса. Дальше авторизованный участник имеет право что сделать? Он имеет право оставить у себя блок акций ТФ и зарабатывать на динамике их доходности, либо раздробить этот блок акций большой ТФ и продать их на вторичном рынке через биржу всем заинтересованным частным, розничным или институциональным инвесторам. Так происходит процесс создания блока акций ТФ, и таким образом они попадают на вторичный рынок, где инвесторы имеют возможность ими торговать. Я рассказал вам в данной лекции о том, как происходит процесс создания биржевого индексного фонда и как формируется блок акций ТФ, который в последующем попадает на вторичный рынок, где доступен розничным инвесторам. Большое вам спасибо, благодарю за внимание.